У меня все еще нет наряда! У нас через час айвента, у нас не очень простушеньки не готовы. Менее испуганными лицами ходим, умоляю. У меня еще нет наряда. Настойный стресс. Всем доброе утро! Сегодня большой день. Мне вообще не до записи YouTube, но я соберу волю в кулак. Покажу вам один день, прекрасный день. Перед днем рождения Ашрам. Несколько дней бессонных ночей. Подготовки команды. Срыва сроков. Изменения обстоятельств. Мои девчонки, мне кажется, команды последние 2 суток вообще не спали. Делали все, что каждая может сделать. Мы, конечно, немного усталые. Несмотря на то, что мероприятие еще не прошло. Но для нас это очень важно. Повод такой. Три года моему проекту Ашрам. На меня спустилась как свет с небес идея, что мы не просто, как обычно, отпразднуем командой. Мы сделаем масштабное мероприятие в светской Москве по одной простой причине. Для меня очень важно популяризировать практики не просто как что-то эзотерическое, а чтобы еще больше людей прикоснулись к практике осознанности не как при всем уважении раскладу Таро и медитации на деньги, а как к действенному инструменту через древние разные знания, через разные структуры и через разные практики. Не для праздного любопытства, а для того, чтобы вести это в свой ежедневный ритуал. Вот ради этого мы делаем Ашрам, ну и конечно же порадоваться, что нам уже три года и тысячи-тысячи людей, которые пришли через нас и стали более счастливыми, мы делаем это через светское мероприятие. У нас сегодня все срывается. На площадку в монтаж мы зашли на три часа позже, нам срочно нужно поискать несколько дополнительных людей, кто будет помогать. Это технически. У нас придуманы очень интересные активности внутри. У меня все еще нет наряда. Ребят, мне пишет вся Москва и говорит, что в каких индийских нарядах. Хотя у нас дресс-код тача в Индии, я хотела сделать интеллектуальную Индию, то есть микс современного индийского. В общем, у меня еще нет наряда. Желайте мне удачи. Надеюсь, что все сегодня проведет хорошо. Завтра буду отдыхать. Нет, не буду завтра отдыхать. Завтра уже с утра на работу. Я конечно же выбрала то, в чем я буду сегодня находиться. У меня такой совет. Так, есть вот такое, это самое минимальное. Это на всякий случай взяла. Есть такая подвеска, украшение. Я хотела ее на голову сделать. Такие изумузики. В красивой обработке вам тоже покажу. Вот так вот красиво-красиво. Это я взяла на всякий случай. Вообще такой крутой ежедневный вариант. Так, самое главное. Есть вот такая подвеска с параибой. Я ее хочу сделать. У нас индийская вечеринка. Да. Я ее хочу сделать вот сюда. Вот как мне ее закрепить? Я думала убрать волосы. Да, вообще. И здесь ее как-то зацепить заколочками. Невидимками. Невидимками. Думаешь, выдержать? Да. В общем, это будет вот так оригинально. Индия. И хотелось сделать тачу в Индии. И сделать, ну вообще, посмотрите, какая красота. Параиба. Мой номер один сейчас. Ничего, что я вкладываю. Шикарный. Я тебе показываю. И будет еще два аксессуара. Они из изумрудов. Но я думаю, они не будут друг на друга перетягивать. Потому что это Индия. Это разные камни, разные краски. Вот такой вот изумруд. И это вот такой вот невероятный каф. Каф это вот так вот. Да. Мы быстро завтракаем и собираемся. Я, видимо, так устала, что мне очень сильно хочется спать. Сейчас часть дня. Мне ужасно хочется спать. Видимо, накопившиеся. А как вы понимаете, у меня будет много гостей сегодня. Мне нужно быть прям в очень хорошем состоянии. Поэтому сейчас пойду в холодный душ. Может быть, включу айс-бат и пойду медитировать. Так, коротко о том, какие у меня будут бьюти-процедуры. Это мои ауросовые баночки. Красные, восстановление энергии 23-й. Тоже работа с чувственным аспектом. Я сделала маску Bellagic. Потом инфракрасные. Получили такой супер-стиком, супер-гаджет сейчас. И теле будет вот такой вот бальзам. Космический атамана обожаю. Очень люблю. Вообще, это, мне кажется, один из лучших продуктов для кожи. Волосы точно мы уберем. По центру. По центру просто пробок. Я хочу ее сделать вот сюда. Вместо того, как они везде. Да-да-да. Строение стресса. Не знаю, насколько это продержится, но сейчас это идеально. Идеально. Ну все, мы едем на площадку. Мероприятие через два часа. Даже меньше. Да, через полтора часа. У меня нет костюма еще отмеренного. Я не знаю, в чем я буду. Раз. Два. У меня не готова речь. Ну и я держу это. Я захожу в отель на площадку. Моя команда готовит все. Я еще не видела, конечно же. Я утверждала тысячу декораций и того, как это должно было быть. Но сейчас я буду смотреть, пока идет демонтаж. Ох, одолгительно. Все еще только готовится, но мне уже нравятся эти ткани. Там фуршеты. Да, красиво стоит ашрам. Там. И мини наша богиня. Мини история. Все очень красиво. Девочки везде. Привет всем. Вот они. Героини. Героини. Привет, Анюш. Привет, Юленька. А вас? Я уже в рулю пою. Это все еще расставляется. Здрасте. У нас через час ивент. У нас не очень. Протушники не готовы. Здрасте. А, вот это уже готово. Это уже красиво. Да? Блин, невероятно. Это, конечно, невероятно. Я все-таки хочу остаться, сделать touch of India. У меня есть варианты прям индийских сари. Но мне почему-то хочется остаться пока в таких классных модных джинсах. Просто в майке. И часть очень-очень красивой сари. Невероятной. Просто как-то застилизовать, скорее всего. Вот так вот я здесь заколю. И вот так вот она вот будет у меня прозрачно вот так вот ходить. Мне кажется очень даже. Или второй вариант. Если не оставлять плечо голо, то я просто накидываю его как шарфом. Да? Вот таким. Может быть даже вот так вот я как-то хожу. Да, может быть даже вот так вот. Кстати. Может быть даже вот так вот. Мне прям нравится, что здесь есть джинсы и снимается весь пафос. А второй вариант у нас это вот такая невероятно расшитая юбка. Там действительно очень красивая. Безумно тяжелая. Наверное килограмм десять. Но у нас не выходит сверху. Нужны бодички. А бодичек нет. Остановились все-таки на более простом варианте. Когда у меня вот эта вот красивая расшитая сара. Такие украшения. И джинсы с майкой. Это такой touch of India. Touch. Touch. Потому что очень уж хочется надеть эту юбку расшитую космическую. Но я держусь. Хотя как хозяйка вечера в принципе можно было это сделать. Сейчас буду репетировать речь. И все вот здесь освобождаем тоже. Все-все-все. Все уже закончили. Все немного с менее испуганными лицами ходим. Умоляю. Иногда нужно жестко сказать. Я была ровно тридцать минут назад. Вы видели как я снимала. Вот что за тридцать минут назад здесь просто шаром покатили. Здесь общаемся. Здесь такая chill-зона. Очень красивая. Что будет делать с людьми, которые заходят с той стороны? Надо спросить у девочки. Прекрасные наши друзья. Респонсоры нашего мероприятия. Вы в принципе на мне можете это все видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас будет зона нейро-мандалы. И для меня это одна из самых важных зон. Потому что мне очень важно показать, что практика это не только про какое-то внутреннее чувство. Мне здесь как раз таки это все можно оцифровывать и показать. И неприятно все это сделать. Как вы видите все немножко нервничают. Я тоже. Но главное выдохнуть. О, у нас Саша жар. Первый год. А, не срочно позовите. Где второй фотограф у нас? У нас жар. У нас жар. Пошла на 5 минут, чтобы сфоткаться и быть. Вы первые, Зоя. Вы впервые первые? Да, я впервые в жизни первый год. Красиво. Победа. Ну, можно смысл. Да, я думаю, что это не было. Мне смысл. И это юный, картинка. Есть. На манике. На манике. ugeонку. На манике. Ну, даже не. И на манике. Наскнуто их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужно сейчас что-то сказать. Хочется очень помолчать. Шучу. Это было мое первое большое светское мероприятие. Промборка Ашрама, три года. Для меня было очень важно это сделать, потому что... не просто для того, чтобы просто порадоваться, что три года за плечами тысячи людей прошли через Ашрама. Мы делаем большое дело, большая миссия. У меня было очень важно, чтобы в такой атмосфере, в центре Москвы, в таком особенном месте, новом космическом отеле Стелла Димоска, привести всю светскую Москву, даже тех людей, которые не соприкасались с практиками, привести и правильно, очень глубоко обратить внимание, что очень важно заниматься своим телом, душой, умом, внутренним состоянием. Это было основное посыл. Я очень хотела, чтобы все об этом говорили. Это очень важно. Я произнесла речь сразу же после медитации. Это вообще было первое светское мероприятие, на котором была глубока медитация и практика. Пятизвездочного отеля в центре Москвы со светскими персонажами. Это было вау. Моя речь была сразу же после медитации. И я обычно, я очень такая яркая, я говорю. А тут был такой вайп, такое состояние. И я впервые, я разговариваю на тысячной аудитории. Это всегда очень легко. А когда ты раскрываешься это в своем личном проекте, конечно, я немного смущалась. Я была такая, не знаю, мне кажется, что я очень смущалась. Я волновалась в хорошем смысле. Никогда волнуешься, что ты что-то. А я трепетно волновалась. Хотелось плакать два раза. Но было вот так вот. Мне очень помогло, что все люди, которые пришли, во-первых, это очень сильные люди. Каждый из них делает какое-то невероятное событие, состояние. Каждый из этих людей несет невероятную силу и свет. Глядя в их глаза, я знаю, что они понесут это состояние дальше. Каждый в свой проект, каждый в свою аудиторию. Вот это мне поддавало силы и притонило. Вот, все. Я очень хочу обняться с детьми и с мужем. И лечь спать. Хотя нет, кого я обманываю? Не лечь спать. Завтра у меня встреча с командой. Делать следующие планы. Шоу must go on. Команда еще не знает, что у меня куча грандиозных планов на лето, поэтому идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok